Какие комментарии? Вы выздоровели на неделю раньше срока. Что случилось? Как вы восстанавливались? Благодаря всем нашим видеться. А что произошло? То есть реально что-то было особенное? Да не то, что особенно. Просто везение. По полдня были на базе. Понимали, что если получится успеть к локомотиву становиться, то это будет шикарно. Потому что потом пауза на сборной. Если не успеем, то уже можем спокойно в перерыве отдохнуть. Где-то в этой паузе. Но получилось так, что успел остановиться. Я говорю, еще раз повторю, что наш мультиментский штаб прибыл в этой компании. Просто сработали. Правда, что Воскарпен хотел вызвать? Не знаю. Пожалуйста, я хочу поговорить. Да? Ну, не знаю. Я только есть мечтал. Не общались с голубым тренером. Смотрели за игрой в Киргизе? Да, конечно смотрел. И какое впечатление это произвело? Да, ну, такая тяжелая игра для всех тогда была. Все равно и видно было, что все сыгрывались где-то. Ребята молодые. Угу. Угу. А как вы для себя объясняете то, что в Кубке вы играете в 3 центральных, а в чемпионате в 2? Нет, тут не зависит. Кубок, не кубок, чемпионат, не чемпионат. Просто, говорю, наш тренер стал перед каждой игрой разбирать игру соперника. Вот сейчас решили, что с Зенитом, наверное, будет для нас лучше играть 3 защитника. Ну, просто с Зенитом в чемпионате вы играли в 2? Да, да. Ну, вот именно сделали выводы. А вы делали на разборе это после? Да, да. Ну, как бы... После той игры в чемпионате, да? До игры, до игры. Наш тренер сказал, что выберем эту схему. А он как-то объяснил почему? Ну, нет. Просто из-за того, что попробуем эту схему сыграть. Общаться во фланге из этой второй и крайней защиты. Ну, центрального-центрального, да? Да, центрального-центрального. И отвечал за центральную зону, то же самое, что и в опорную зону. Получается, там уже в втором тайме, когда я перешел в опорную, особо ничего не поменялось. Было ли что-то такое психологическое действие? Учитывая, исходя, что все-таки очень давно не обыгрывали Зенит? Ну, конечно, приятно. Больше 5 лет. Ну, мы не думаем об этом, сколько лет они выигрывали. И поэтому это не самое главное. Все равно главное, что сегодня победили и продолжаем двигаться. Но у Баскаля есть что-то такое психологическое, какая-то тема? Которая он там что-то вам, может быть, показывает? Да нет, просто у нас в игру происходит просто сплочение команды. И в плане того, что мы стараемся тренировать какие-то веселые игры. Ну, это все в кругу. Веселые? Ну, я имею в виду, в плане там, знаете, где-то на Team Building просто работы. Как и на сборах об этом все обсуждали. Ну, то же самое продолжается. А что сейчас может быть условно Team Building? Какое? Ну, в тренировках там где-то какие-то командные действия. Когда там кто-то выиграет, там в круг забежали все, да, молодцы. Там мы подругаем друг другу. Ага. Ну, в игру психологические какие-то моменты, которые помогают друг другу. в ближайшее время. Почему сегодня? Вот, и измелилась ли на ваш взгляд игра после того, как ушли два бразильца? Да. При 0-0. Ну, я думаю, тяжело что-то о ней говорить. Вы сходим от фейсера на игры. Там где-то уже в втором тайме появились моменты, почувствовали уверенность еще больше. Поняли, что появляется зона еще больше. В первом тайме где-то, может, и сдержанные играли более компактно. Ну, мы это понимали. Вот. А уже во втором тайме начали раскрываться. И они, и мы, и у нас больше получилось в моменты. И меньше ошибок совершали. Ну, Максименко подвыручил вас в паре моментов. Да, да. Молодец сегодня. Ему вопрос точно нет. Когда вы видите, как играют бразильцы зенитовские, чему вы можете у них поучиться? Ну, вот этому, наверное, успокоиться. Работать с мячом. Как они подвигают его вперед, все равно уже, наверное, для игрока игрательства в центре, там, самое главное качество это продвижение мяча вперед. Ну, кто самое сильное впечатление производится у них? От бразильцев? Да. Ну, да все они несчастные. Ну, высокого класса игроки. Тяжело выделять, примерно, я думаю, одно уровень их. Ага. Можешь говорить о том, что у вас был какой-то комплекс зенита? Да нет, нет, совсем нет. И, как бы, все это между собой обсуждали просто, да, какое-то сечение. Потому что, как раз были поражения против мяча. Ну, все они выиграли, самое главное. Но сегодня ты говорил как-то мне, что у них есть Клаудини, у вас есть Промисс. Сегодня Промисс, получается, доказал, что у него уровень, как Клаудини? Да, я не знаю, что он доказал. Какой-то мой уровень, но самое главное, что он сегодня два забил и лучший игрок в матч. Угу. Уже не было? Да. Ну, как бы, не знаю. Сегодня голевую сделал, предголевую отдал. Поэтому, я думаю, сегодня, может, там и доказал кому-то. Слушай, ты не удивился, что сегодня так мало болельщиков было? Ага. Ну, я понимал, что, скорее всего, так будет, учитывая все обстоятельства. И учитывая, что сейчас будни и поздно, как бы, люди все равно на следующий день работают. Ага. Я понимал это. Вот это сейчас, которая ситуация происходит здесь с мобилизацией, она как-то тебя, твоей знакомой коснулась? Ну, я стараюсь обтрагироваться от этого все равно, потому что это, ну, как бы, отвлекает на футбол. Сейчас на футболе, на футболе, на футболе показывают. Вот, я надеюсь, что, как бы, все, ускаканится, успокоится. Вот, знаю, что ФС там пытается как-то добить, чтобы бронисты и футболисты вошли. Ага. Я надеюсь, знаете. Ну, то есть, ты говоришь, что пытаешься обтрагироваться, у тебя получается? Ну, к моменту, да. Как бы, перед игрой уже. Ааа. Перед игрой уже. Ты вообще ничего не читаешь? Да, я стараюсь ничего не читать, мне вообще не что-нибудь ушить, как бы. Потому что, ну, реально, это отвлекает, как-то, тяжело. Ага. Спасибо большое, удачи. Спасибо большое. Счастливо.